всем привет надеюсь еще остались те люди которые меня смотрят потому что изначально когда-то вам обещал что буду выкладывать ролики каждую неделю но что-то пошло не по плану да и если честно вам сказать особо нет идей для роликов да и еще эта пандемия вмешалась которая конкретно изменила мои планы на ближайшие полгода так что вот такие вот дела и так как многие из вас сидят сейчас дома я думаю моя прямая обязанность хоть как-то вас развлекать потому что вы на меня подписались и я вам за это обязан и я для вас подготовил небольшой ролик как я их называю не о чем и обо всем я вот сейчас нахожусь в лесу катаюсь со своим другом он на своем байке который я для него собирал если кто-то его еще не видел ну я про ролик то обязательно проходите в описании там будет ссылочка посмотрите оставьте свой комментарий потому что под этим роликом очень много комментариев очень много вопросов на которые я постараюсь чуть позже ответить на самые такие которые часто задавались потому что многие по ходу или не умеет комментарии читать или просто им подорвало кое-какое место так что обязательно смотрите ролик до конца будет очень интересно усаживаемся поудобнее всем приятного просмотра и поехали приставьте здравствуйте еген николаевич что раскрасить если петка велосипед две педали два колеса руль сиденье вы довольны вообще что там собрал классик вообще запеком классно у нас детская передача ругаться извините многие спрашивают почему у тебя нету щитков защитных чтобы грязь не летела куда куда на пятую . а что такое бывает лишь и многие интересуются он так ответь что у тебя нету ну я как бы не катаюсь по грязи катается по грязи мы вырежем все думаю игорь ответил на все ваши вопросы он очень сильно старался короче смотрите щитков мы пока не ставлю потому что мы просто в тот момент не нашли нормальных которые четко бы смотрелись не портили вид самого велосипеда чтобы они как бы были но они не бросались также вы спрашивали почему этот вынос потому что у меня он был вот я его и поставил а также у него классный угол который я считаю идеально подходит под данный руль сидуха у нас тоже было из этого на и поставилась и игорю она подходит сиденье нормально катается я тоже много раз говорил что это сидуха очень удобно и несмотря на то что я когда-то и покупал за 3 доллара также многие из вас спрашивали как же он тормозит здесь планетарная втулка тормоз встроен в саму втулку то есть когда ты едешь при движении и педали обратно крутишь она тормозит надеюсь понятно не знаю как тут еще объяснить тормозная втулка как на советских велосипедов данный вопрос почему-то задавался миллион раз ладно на этом все поедем кататься короче сейчас еще кстати позвонил один знакомый еще к нам присоединиться если он будет на своем ретро мтб я думаю очень понравится моего заснимем так что едем дальше мтб я Субтитры сделал DimaTorzok К нам тут присоединился товарищ, к которому я говорил, и сейчас я вам хочу показать, на каком он байке ездит. Очень интересная сборка, старая рама МТБшная, плюс планетарка. Ну, сейчас вы все увидите, надеюсь, получится отснять, так что давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все на этом наши покатушки закончились. Если вам такой формат понравился, обязательно пишите в комментариях. Ну и еще пару слов. Вот у меня появилась такая рама, она специально под определенный проект. Такая мелкая ростовка. Цвет будет другой, вилка также будет другая ставиться. В чем суть вопроса? Я хочу с вами посоветоваться. Во-первых, какой поставить лучше руль. Ну, сначала нужно объяснить, что это будет. Это будет что-то наподобие такого же городского велосипеда, как у Игоря, который вы только что в самом начале ролика видели. И еще раз повторюсь, кто не видел данный проект, обязательно проходите в описании, там будет ссылочка на данный проект. И в чем вопрос? Какой поставить руль? Я, конечно, склоняюсь к райзеру. Ну и на чем собирать? Будет планетарка трехскоростная или фривил? Ну, у меня уже все есть, осталось только найти тех людей, которые ее покрасят, потому что там на выбор есть два цвета, и они очень такие необычные. То есть надо там, чтобы постарались в малярке. Там, где я всегда порошком крашу, одного цвета нет, а я бы хотел тот именно цвет. Ну, а второй надо съездить посмотреть. Я это обязательно все сниму. Ну, на этом все. Вот такое вот получилось необычное видео. Большое спасибо, что смотрели до конца этот ролик. Не болейте, берегите ближних. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok